Всем привет! Меня зовут Василиса. Добро пожаловать на мой канал. В этом видео я расскажу вам про свои самые любимые продукты от бренда Organic Kitchen. Это российский бренд органической натуральной косметики. Долгое время к нему я относилась достаточно скептически, потому что мне казалось, что там мало хороших продуктов, но сейчас я чаще тестирую российские продукты уходовой, декоративной косметики. За последний год Organic Kitchen очень круто проработали свое сотрудничество с блогерами. Они выбрали очень неординарных визажистов, бьюти-блогеров, которые могут быть не миллионниками, но обладают хорошей такой мини-аудиторией, которая покупает и которая любит их творчество. И я была опять же той же аудиторией, то есть какие-то продукты я покупала просто потому, что мне очень нравится блогер, и блогер так красиво это рекламировал. Либо очень много было положительных отзывов в сети от других людей, бьюти-блогеров, и я просто захотела их приобрести, поэтому сегодня я их покажу. У меня их будет 5, но на самом деле я достаточно много знаю других продуктов, которые тоже неплохие, поэтому про них я тоже сегодня вам расскажу, но я их еще не тестировала. Возможно, в будущем, в ближайшем будущем я их тоже протестирую и вам расскажу. Я думаю, что если вы ни разу еще не тестировали ничего от этого бренда, то благодаря этому видео я вам дам такое направление, куда можно обратить свое внимание. Давайте начнем с сияния и посовместить с того продукта, который у меня был как раз одним таким из первых фаворитов от Organic Kitchen. Это коллаборация с Машей Новосад Bad Beach Glitter Lotion. Название говорит само за себя. Это сияющий гель, лосьон для тела. Он обладает таким персиково-золотистым оттенком. Он уже у меня почти что закончился, и я думаю, что я пойду за новенькой баночкой, потому что, во-первых, я брала этот лосьон, когда летела отдыхать на Бали. Я его покупала как раз специально для поездки, потому что я знала, что я буду носить открытую одежду, и я захочу сиять и увлажнять кожу. Теперь этот аромат у меня ассоциируется непосредственно с Бали, поэтому я обожаю его использовать. Безумно красиво переливается кожа. Очень красиво смотрится на ногах. Он за счет такого золотистого оттенка добавляет более такой живой цвет кожи. Вот если вы такая беляночка, как я, то будет правда очень красиво смотреться. Единственное, мне не очень нравится формат упаковки, и у Маши вышла вторая коллаборация. Такой желтенький крем, который называется Agare for My Mama, и как раз он в другой упаковке, которую намного удобнее носить с собой. Вот эта баночка у меня уже сто раз потрескалась, когда падала, поэтому я теперь использую его только на тело. На лицо я его не использую, потому что мало ли мог попасть какой-то кислород, он у меня даже проливался несколько раз, но все равно я и хочу допользоваться. Шикарный ненавязчивый аромат, правда, потом ощущаешь на себе его, и даже парфюмом не нужно пользоваться летом, то есть что-то такое, он придает легкий такой аромат, который долго держится на коже. Блески держатся даже после того, как вы вот сходите в душ, поэтому стойкость у них хорошая, но опять же ненавязчивые блески, красиво. Вот, поэтому если у вас какие-то мероприятия, свадьба, день рождения, где у вас открытая кожа, или просто для себя вы хотите сиять, то очень классные продукты, я обязательно себе куплю такую вторую баночку, может быть, даже буду переливать в более удобную упаковку. Желтенький флакон, который Маша сделала, вторую коллаборацию, там тоже сияющие есть частички, но этот более такой тинтующий, я бы сказала. Следующая коллаборация, это хайлайтер от Лены Ясенковой, коллаборация с Арканей Кичи. Я долго не могла найти этот хайлайтер в сети, я его покупала на Wildberries, и этот хайлайтер я хотела вообще изначально купить, когда только увидела у Лены в Инстаграме эту коллаборацию, но потом, когда я принимала участие в шоу на ТНТ, я красила визажисткой этим хайлайтером, и по совместительству эта девушка также была визажистом на проекте Холостяк, и в этом году все было, опять же, в лете, все девушки всегда были с голыми плечами, голыми ногами, голыми грудями. Визажистка сказала, что как раз всегда мазюкали девушкам ноги этим хайлайтером. Здесь объем всего лишь 30 миллилитров, поэтому если вы на один раз хотите его расходовать, вы можете его сразу выдавить на все тело. Конечно, его на постоянной основе, ну, если вы будете использовать его на все тело, недостаточно. Но я нашла ему другое применение. Во-первых, я его наношу перед тональным кремом или миксую с тональным кремом. Тут такая классная текстура, что она очень хорошо дружит со всеми тональными кремами, с просто кремами. Например, вы можете брать свой уходовый крем с SPF, капать туда чуть-чуть хайлайтер, и у вас будет красиво сиять кожа. Можете наключиться, наносить чисто его. А что касается ног и рук, вы можете замешивать его с боди лоушеном. Опять же, тот, который дают в отелях или просто каким-то кремом для тела. То есть это будет так прикольно очень смотреться, потому что хайлайтер достаточно концентрированный. Он обладает такой жидкой текстурой, которая быстро фиксируется на коже, поэтому с ним достаточно быстро нужно работать. И мне очень нравится то, что он правда хорошо работает на коже любого типа. То есть я пальчиком наношу его поверх тона, и он прекрасно держится, смотрится. Опять же, он не навязчивый, это не яркий вау-хайлайтер, это деликатное сияние. У бренда Бекка была коллаборация с Жаклин Хилл, когда они делали такой сияющий кель, и он мне не очень заходил, потому что у меня очень плохо держался тон на нем. С этим проблем таких нет, то есть он не очень жирный, он так на тентующей такой основе, оттенок шампанского, красивый, прекрасно смотрится на коже. В общем, если вы хотели бюджетный хороший хайлайтер, который, мне кажется, нужно сразу покупать вдвойне, вот присмотритесь к Organic Kitchen, мне очень он понравился. И я хочу себе приобрести на всякий случай еще одну баночку, вдруг они скоро перестанут эти коллаборации выпускать, и у меня все закончится. Я рассказывала в Инстаграме у себя про этот праймер, может быть, на YouTube уже тоже говорил, просто не помню, но это был самый неловимый продукт от Organic Kitchen, самый обсуждаемый. Я постоянно, до того, как он у меня появился, у всех спрашивала, будь то консультант в магазине, будь то блогер, который про него рассказывает, спрашивала, ну что, как, реально ли он так круто работает. И на самом деле это уже вторая моя баночка. Я когда снимала вот красивый превью, который вы сейчас видите, у меня как раз был законченный первый флакот, потом я купила уже себе второй. Сегодня он у меня на коже, у меня сегодня нет хайлайтера на лице, то есть я сегодня не использовала хайлайтера хены, симковый, не боди лоушен, у меня чисто этот праймер был нанесен на кожу. Этот праймер прекрасно подсвечивает кожу, будь то лифтинг макияж, будь то такой подростковый макияж. У него нету в составе SPF, поэтому лучше, не лучше, а обязательно перед ним использовать какой-то уход. То есть праймер это не полностью уход, праймер помогает вашему тону выглядеть лучше на коже. То есть, например, вы хотите экстра сияние? Я вот обожаю экстра сияние на коже, я люблю хайлайтеры, сияющие текстуры. Очень долгое время хотела приобрести себе праймер от Clorance, который тоже сияющий, но что-то каждый раз мне было жалко денег, он что-то каждый... 1700 он постоянно стоил, думаю, блин, а когда он потешевеет? И в итоге Лена выпускает прекрасный праймер. Она сама постоянно у себя в Инстаграме показывает, как она делает с ним макияж. То есть это не просто продукт, который блогер сделал и такой, типа, что хотите с ним и делаете, хотите, 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 нет, просто мое лицо на этом, нет. То есть блогеры, опять же, вот все вот эти коллаборации, которые я сегодня вам показываю, блогеры часто их показывают, применение этих продуктов у себя. Видно, что им платят на каждую баночку, которая продается, но нет, видно, что они реально им пользуются. Что я вот важно хочу отметить, этот праймер подойдет любому типу кожи, но если у вас сильно жирная кожа, вы не любите сияние, в принципе, вы, наверное, не любите сияющие праймеры. Для тех, у кого сухая кожа, он будет крутой, для тех, у кого нормальная кожа, для тех, у кого жирная кожа, вы можете просто наносить на зону, где вы хотите вот как хайлайтер посиял, да, очень классно его наносить под глаза, потому что он выравнивает как раз своими сияющими частицами эту область и красиво подсвечивает. Это те же подсвечивающие консилеры, да, работают. Я сначала беру уход, потом уже наношу его, и потом тонус. Любым тоном держится прекрасно, я иногда даже не использую тональный крем, наношу только его и маскирую консилером какие-то несовершенства, на протяжении дня кожа просто потрясающая. Поэтому, если хотите классный праймер, классный просто бюджетный продукт, 350 рублей, welcome, here we go. Этот корректор я показывала вам в предыдущих видео, мы его тестировали вместе с вами, и я говорила уже, что это аналог корректора от Бекки, который уже фиг найдешь в Россию. И вот, пожалуйста, тоже за 300 рублей прекрасный аналог. Корректор нужен для того, чтобы скрывать ваши прекрасные синячки под глазами. Подходит и для возрастного макияжа, и для подросткового. Сейчас будет школа, нужно скрывать вот эти все недосыпы, как нам кажется всегда в школе, что у нас дикие недосыпы. Хотя, ребят, мы еще не писали курсачи до пяти утра. Это прекрасный корректор, который сначала немножко обманчив по текстуре, потому что я думала, что он такой достаточно легкий по текстуре. Хоть и пишут на упаковке, что он легкий, для человека, который первый раз с ним может столкнуться, может не понять вообще текстуру, потому что она здесь достаточно жирная. Тут много масел, которые как раз помогают не пересушивать вашу зону под глазами. Поэтому вам нужно всего один раз окунать пальчик на секунду. Сейчас я вам это продемонстрирую. Вот так вот на секунду я опускаю палец, и вот этого количества мне достаточно на всю зону под глазами. Для начала я всегда улажняю кожу под глазами перед его применением, потому что он достаточно плотненький, и его нужно набивать. И я всегда ставлю точку-точку и начинаю растушевывать. У него достаточно персиковый пигмент, который способствует нейтрализации синих кругов под глазами. Говорю как в какой-то рекламе. Но опять же, мне он правда очень понравился. Он круто нейтрализует сниву. Я его использую перед тональным кремом, потому что опять же, я очень светлая. И он просто может смотреть с оранжевым пятном у меня под глазами, даже если я растушую, как боженька, нет, он будет заметен. Поэтому я сначала, вначале нейтрализую все им под глазами. То есть я наношу крем, все маскирую, даже вот эти вот капиллярчики, так же они называются. То есть я сюда их наношу, и вот прям вот так вот иду по треугольнику. И все, вот он достаточно такой прям жирненький. Поэтому после него, после того, как я это все сделала, я наношу тон, потом наношу осветляющий тонкий консилер совсем чуть-чуть, и потом фиксирую пудрой. Обязательно, всегда, на всякий случай мы фиксируем пудрой. Потому что все-таки продукт жирненький, у вас по-разному могут быть там мелкие морщинки расположены, может вы как-то неправильно растушуете, поэтому сверху всегда добавьте специально пудру. Прям тихонечко, можно даже специально такой маленькой кисточкой от теней. Он просто как ластик помогает стереть какие-то несовершенства. Но, опять же, вам всегда кажется нам, что это несовершенство. А нифига, это навязанное общество, нам какие-то проблемы. Я вот сейчас уже перестаю даже иногда маскировать прям, знаете, до победного какие-то покраснения на коже. Потому что я понимаю, что я вживую буду выглядеть, ну, очень как бы закрашенной. Хотя всегда стараюсь делать тонкий скинтон и так далее. Но я уже сейчас, если у меня есть высыпание, вот здесь я такая, я человек живой, все. Я внутри такая же, все на лице как бы, я красиво накрашена, но у меня могут быть заметны какие-то покраснения на лице. Если это не какое-то не телевидение и еще что-то, а обычная жизнь, я не буду сейчас прям покрывать тоннами косметики, как я это делала в подростковом возрасте. Не надо, мне это не нужно. Они сами пройдут, а я останусь все той же. Все, мы тебе вот целая речь и закончим. Следующий продукт, который пахнет компотом. Друзья, он пахнет компотом. Кстати, я вот эти два продукта сделала Юлия Исмайлова. Или Исмайлова. У нее пора... Вот вообще не знаю, как произносится ее фамилия. Вот. Ну, да простят меня люди, которые знают, как она произносится. У меня в руках два ее продукта. Я говорю, что они потрясающие, поэтому оставляю ее ссылку на ее инстаграм внизу. Переходите. Она, кстати, показывает у себя в IGTV-шках, как она пользуется и вот этой маской, и корректором. Я увидела эффект после второго применения и просто такая... Ух, вот этот органи китчен творит чудеса за такие деньги. Во-первых, пахнет компотом это средство. Во-вторых, у него аж три. Применения универсальных, которые вы можете как бы... Ну, не каждый день, но два раза на неделю вы можете это делать. И не каждое средство обладает в люксовом сегменте таким количеством функций. В общем, это кислотная маска. Она, я так понимаю, очищает вот все роговевшие частички вот за счет кислот. Вот все, что там вот умерло, убирает. Делает кожу более гладкой. Ее мы можем наносить на кожу головы. Наносим на кожу головы, оставляем на 15 минут. Идем голову мыть. На лицо лучше вначале наносить минуту на две. А то и на минуту, если у вас очень чувствительная кожа. Я держала три минуты всегда. Сейчас могу даже пять минут подержать. И на все тело. На все тело так же. Вот она все шелушинки убирает. Кожа после нее блестит, как будто ее отпилинговали. Но не агрессивно. Сначала кажется, что оно ничего не делает. Хотя потом ты просто видишь, что вау, у меня прекрасная кожа. Очень классно делать перед макияжем эту маску. Она хорошо как бы расходуется. Ее надолго хватает. Но если прям на все тело каждый раз ее там, да, используют, тогда, конечно, вам одной такой баночки не хватит. Вот. Я сначала наносила ее кисточкой. Потом думаю, а ну нафиг. Ты наносишь всегда пальцами. На кожу головы почему ее надо наносить? Если вы пользуетесь стайлерами, у вас все это там в луковицах остается. Поэтому необходимо тоже либо пилинги делать, либо вот опять же кислотную такую штучку делать. Сейчас прочитаю, что это такое специально. Я вот рассказываю сама по памяти, а давно не читала. Это экспресс маска с потрясающим мультиэффектом для создания безупречности. Волочная кислота мягко отшелушивает, ощущает кожу. Ну, в общем, все то же самое, что я сказала. Поэтому два раза в неделю можно пользоваться такой маской. Также Юля у себя в инстаграме показывает, как она применяет эту маску. Она там придумала миллиард еще функций, как можно наносить. Она даже как тоник предлагает использовать эту маску. Вот, поэтому переходите к ней в инстаграм и изучайте, как можно круто сделать продукт еще более универсальным. А так, из бюджетных, я вот давно ничем так не впечатлялась. Из бюджетного ухода я просто вау, so impressed. В общем, Organic Kitchen просто невероятные молодцы. Выбирают классных блогеров для коллаборации. Я надеюсь, что когда-нибудь я с ними тоже смогу сделать коллаборацию, что-нибудь прикольное. Я сейчас знаю, что Лена Богданович будет делать скоро новую коллаборацию. То есть помимо праймера будет еще какой-то новый продукт. Еще я обещала рассказать про классные продукты от Organic Kitchen и коллаборации. У меня нет ничего с коллаборацией Геворга. Геворг это тоже визажист, бьюти-блогер. И у Геворга есть аж тоже три продукта. Есть гидрофильное масло, которое прям считается аналогом клиниковской шайбы. Бальзам для губ, который при соприкосновении с кожей, теплотой губ становится розовеньким. И есть еще гель-хайлайтер. Еще хвалят коллаборацию с Адель. Это как Адель косметолог. У нее свой бренд Don't Touch My Face. Она там делала хорошие, крутые крема, сыворотки. Поэтому если вам нужен такой полноценный уход, обратите тоже на них внимание. Это классная тоже замена каким-то очень безумно дорогим аптечным каким-то продуктам. Ну что, на этом мы с вами будем заканчивать это видео. Я очень рада, что вы смотрели его до конца. Если вам оно понравилось, не забудьте поставить палец вверх и подписаться на мой канал. Мне будет безумно приятно. Я надеюсь, что какие-то продукты вам запомнились и вы захотели их протестировать. И напишите мне в комментариях, какие у вас любимые продукты от бренда Organic Kitchen. Может быть, вы что-то мне новое посоветуете, и я это тоже протестирую. Я также напоминаю, что вы можете со мной пообщаться в моем инстаграме Makeup by Василиса, инстаграме Василиса Миллениум. Пишите мне там директ. Я часто снимаю всякие историки смешные, также рассказываю о бьюти-средствах. Поэтому, чтобы ничего не пропустить, переходите и подписывайтесь на мои инстаграм-аккаунты. Я желаю вам прекрасного настроения. И увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока. Пока-пока. Продолжение следует...